Всем доброго времени суток, Овны! Я рада вновь вас приветствовать на своем канале. В текущем видео хочу вам предложить Тараскоп на май 2018 года. По традиции у нас всего будет 6 позиций. Карты вам расскажут об общей атмосфере месяца и событиях, которые наиболее вероятно произойдут у вас в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни. И карты дадут вам совет, как наиболее продуктивно провести вам текущий месяц. Сегодня мы работаем с замечательной колодой Универсальная фантастическая Таро. Ваша задача, как всегда, расслабиться, настроиться на расклад, проговорить свое имя и дату рождения. Хочу вам напомнить, что Тараскоп все-таки общий. Он не является индивидуальным, поэтому, безусловно, проиграется не у всех. Хотя бы по той простой причине, что не для всех нужно смотреть Тараскопы. По знаку Зодиака. Многим необходимо смотреть его по знаку своего асцендента в натальной карте. Итак, начинаем. Общая атмосфера месяца. Что вас ожидает в сфере работы? Выпало две карты, поэтому так и тяну. Финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Давайте смотреть. Общая атмосфера месяца. Маг. Но маг – это замечательный аркан, потому что эта карта говорит о том, что вы все держите под своим неусытным контролем. Вы сам хозяин своей судьбы или хозяйка. Знаете, куда направить свою энергию? Таким образом, чтобы все развивалось в конструктивном и продуктивном русле. Помимо всего прочего, маг может указывать на какие-то начинания, либо на влияние в этом месяце какого-то мужчины на ваши дела. Это может касаться как работы, так и финансов, и личной жизни. Поскольку маг у нас здесь в прямом положении, то здесь непосредственно будет его помощь, либо какое-то, знаете, плодотворное сотрудничество. Поэтому в целом, как говорит маг, не бойтесь браться за что-то новое, не бойтесь начинать свое дело, либо не бойтесь брать за те дела, которые вас в какой-то степени пугали. У вас все получится. Давайте смотреть, что вас ожидает в сфере работы. В сфере работы двойка Пентакли. Ситуация каких-то сомнений и выбора. О чем говорит аркан? Либо вы фрилансер, соответственно, вы работаете, занятый как минимум в двух проектах. Либо это в целом может быть две работы. Например, основная подработка в виде хобби. Либо же вы стоите на ситуации распутья. Уйти или остаться. Либо у вас два деловых предложения. Если вы безработный, да, вы выбираете, какое вам выбрать, куда податься. Особенно если вы безработный, вы даже можете, знаете, как рассматривать, в какой сфере вам себя реализовать. В сфере творчества, то есть найти работу по душе, да, либо, грубо говоря, в сфере аналитики. Пусть не то, что совсем по душе, но то, что приносит хороший доход. То есть, в общем, ситуация распутья. Давайте же посмотрим, как он у вас отыграется в сфере финансов. Так, перевернутая семерка Пентакли и перевернутая шестерка Жезлов. Ну, смотрите, в мае месяце, если вы, вот потому, видимо, у вас распутье и есть, надеялись на какое-то вот скорое решение финансовых вопросов, то, знаете, крушение ваших надежд. Почему? Потому что здесь это может быть сопряжено в целом либо с какими-то затратами на поездку, на переезд, на командировки, на смену места жительства, или же в целом, как говорят эти арканы, перевернутая семерка Пентакли, перевернутая шестерка Жезлов, что в плане финансов месяц будет крайне растратным. Он не приведет к материальным затруднениям, но тем не менее, знаете, как ударит по вашему карману. Что вас ожидает в сфере здоровья? Давайте смотреть. Перевернутая семерка Кубков. Ну, по этой карте это очень часто идут какие-то процедуры, связанные с уменьшением отеков, либо же в целом, как говорит этот аркан, это какие-то процедуры, направленные на уменьшение варикозного расширения вены, это все, что связано с сосудами. Помимо всего прочего, перевернутая семерка Кубков с позиции здоровья, это, знаете, как ваша ложная или какая-то безосновательная уверенность в том, что вы больны. То есть мнимые какие-то болезни, которые вы сами себе надумываете. Потому что, как говорит аркан, посмотрите трезво на вещь. На самом деле, вот то, что у вас происходит, это какие-то ваши иллюзии. И, соответственно, они будут в этом месяце развенчаны. Что у вас ожидает с позиции личной жизни? Здесь у нас падает перевернутый повешенный. Но, наконец-то, выход из ситуации застоя. Если вы находились в ситуации одиночества, то здесь пришло время с этой ситуацией распрощаться. То есть выход в какие-то новые социальные круги, новые знакомства, новые перспективы. Либо же в целом, знаете, как... Ну, вот по этой карте, именно в этой колоде. Это как сбросить старую оболочку. Возможно, вы кардинально изменитесь внешне. Либо поменяетесь внутренне, у вас абсолютно изменится мировоззрение, какие-то взгляды на жизнь и на позиционирование в личной жизни. Если же вы находитесь в партнерских отношениях, особенно нестабильных, то здесь идет, знаете, как завершение какой-то волнующей вас ситуации. То есть светочки будут расставлены над «и». Потому что либо вы выходите из состояния жертвы, либо же вы в целом жертвуете ненужными или отжившими себя отношениями. Если партнерство у вас постоянное, то здесь сама по себе ситуация, когда вам надо ее оттянуть одну лямку. То есть партнер в какой-то степени не перестает перенимать участие, и вы все на себе, как ломовая лошадь, тянете одна, ну или один, да. Ну и теперь хотите коренным образом изменить эту ситуацию. Какое в церкви дают вам арканы на май месяц? Здесь у нас падает перевернутая луна. Но по перевернутой луне, это, знаете, не пребывать в каких-то иллюзиях, не пребывать в сомнениях, не заниматься самообманом. Потому что луна, особенно в перевернутом положении, она очень часто говорит о том, что вы прислушиваетесь к своей интуиции, к своему подсознанию, потому что это в целом аркан медиумов, экстрасенсов, это проводник всего того, что говорит вам высшие силы. Назвайте как это хотите, богом, космосом, у каждого свое верование, да, свои какие-то взгляды на жизнь. Но тем не менее, в мае месяце у вас будет четкое, ясное осознание какой-либо ситуации. Соответственно, вы сможете сделать правильные выводы и сделать, выбрать правильные направления. Это может касаться и как работы, и финансов, и в целом, если у вас были заблуждения по поводу здоровья, да, то есть вы можете пройти какой-то дополнительный диагноз, дабы убедиться в том, что у вас нет никаких насчастных заболеваний, которые вы переживаете. Если же с позиции личных взаимоотношений, то избавиться от ложных иллюзий, увидеть ситуацию в том свете, который она есть на данный момент. Вот такой вот у вас месяц намечается, как по мне, крайне позитивный. Отписывайтесь, пожалуйста, в последствиях в комментарии, как он у вас проигрывается или не проигрывается. Буду вам признательна за обратную связь. Ну а с вами была Ева Лехцер. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова